Доброе утро, друзья! Передвигаю столешницы и решила показать вам приблизительно, что будет получаться. Вот такая столешница. Наша кухня Верона. Так, там у меня драка происходит, вернее, это игры такие. Монька! Моня! Видите, что происходит здесь? Замучил Пусю, замучил. Во-первых, надо уже его кастрировать, во-вторых, он так кусает ее больно. Моня, ты зачем Пусю обижаешь, а? Что она аж возгласы издает. Ну, куда? Куда? Так, прервалась я. И вот такой кварц винил. Но столешница и кварц винил, конечно же, не совсем подходят друг другу. Немножко я ошиблась. Дочь мне говорит, мам, поменяй. Ой, поменяй. Это опять их вытаскивать, заказывать машину, ввести в магазин, ждать другие. Нет, не буду я ничего ждать. Когда вот так вот они рядом лежат, вроде-то не подходит. Но я же понимаю, что сначала будет пол, потом будет стоять кухня, вот фронтальная панель идти, а сверху будет идти вот такая красивая столешница. И будет, конечно, разрыв между ламинатом. Так они не будут выглядеть. И я думаю, что, в принципе, будет нормально смотреться. Ну, так вот, немножко представила. И, в общем, ничего менять не буду. Так. Сегодня я сейчас перетащу в эту сторону столешницы тяжеленные. Просто тяжеленные. Перетащу вторую столешницу к этой. И здесь уже буду заниматься опять обдирать стены и штукатурить. Сначала заделаю, вот видите, фугенфюлером заделан вот этот шов. Конечно, здесь выравнивать придется все здесь. Ну, потому что проштробил у Лешек дырку, естественно, это стало подвижным. Ничего, я здесь раствора больше положу теплона и выровняю. Все, стена будет ровная. Но вот этот именно шов заделывать нужно фугенфюлером. Он очень крепко держит. Просто сказать, ну, мертво. Просто мертво. Вот. Такие дела. Так что фронт работы есть. Буду готовить стены. После десятого уже должны позвонить ребята, которые будут натягивать потолки. И уже здесь будет, здесь и в спальне будет натяжной потолок. Друзья, оштукатуриваю стену и мне помогает моя блогерская лампа. Помните эту лампу, когда я снимала мастер-классы для вас по вязанию? Она мне тоже очень помогала. Куплена лампа на Алиэкспресс. И вот сейчас я оштукатуриваю стену. И мне очень нравится вот именно это боковое освещение. Я выключила верхний свет в этой комнате. То есть выключила люстру и включила вот боковое освещение. Для чего? Мне видно все неровности. Вот все неровности. Я прошлась уже двумя слоями теплона. Это штукатурка. И сейчас мне нужно сделать финишный слой витамитом LR+. Посмотрите, как хорошо при боковом освещении видны все шероховатости и все неровности. И вот здесь уже нанесен этот слой. Вот видим, да? Там нет. А здесь уже нанесен. Посмотрите, как ровненько. Если мне и придется потом по высыханию поработать терочкой со специальной сеточкой. Так скажем, это не наждачка, но специальная сеточка. Я вам уже ее показывала, то это будет совсем минимальная работа. Так скажем, чуть-чуть шлифануть. Вот так вот помогает боковое освещение. Именно боковое освещение. При верхнем освещении вот этого всего не видно. Ну а теперь давайте немножечко оторвемся от работы и посмотрим, а какой же красивый закат сегодня у нас. Вчера была метель, а сегодня вот такой красивый закат. И я там постараюсь вставить видео, как после вчерашней метели сразу как-то все успокоилось, как в сказке 12 месяцев. Сразу стало ясно. Я выходила вечером чистить снег, который намело. Небо чистое. Месяц. Звезды сверкают. Вот так вот резко изменилась погода. А сегодня целый день было солнце. И вечером вот такой красивейший закат. Ну, очень красиво. Очень. Доброе утро, друзья. Утро следующего дня. Снимаю ролик. Второй день понемножку. Собираю. И решила показать вам вот эту зимнюю сказку. Конечно же, вживую это выглядит совершенно по-другому, нежели чем по видео. Камера не передает всей красоты. Сейчас я вам показываю дуб, который напротив моего дома. Ой, там дверь отсвечивает. Надо было закрыть. Сейчас закрою. Вот. Так, наверное, лучше. Осенью он горел огоньком. А сейчас весь покрылся инеем. Очень красиво. Меня очень радует вид из окна на мою улицу. Там уже занимается солнышко, хочет встать. Видите, вот красненький такой кусочек неба. Вот. Очень красиво. Кристальный снег. Сейчас покажу, что я сделала вчера. Кстати, вчера у нас было солнце целый день. Целый день было солнце. Окна на восток у меня. Вчера я штукатурила уже в финишной шпаклевкой, вернее, прошпаклевала нашу спальню. Сейчас покажу. Вот такая получилась красота. Стены здесь уже готовы. Осталось немножечко их чуть-чуть подшлифовать терочкой. И буду уже грунтовать. Вот эта стена уже даже немножечко, я ее теркой прошлась. Она уже красивая, гладкая. Вот. Ну, а те сегодня пройдусь. Опять будет пыль. Опять убирать. Завтра прогрунтую. А может быть и сегодня. И буду красить. Как раз 13-го числа придет краска на Озон. Попробую эту краску. Если понравится, то буду красить. Сейчас попробую верхнее освещение включить. Да нет, даже вот так вот получше. Видите, лампа блогеров выручает. Можно использовать как торшер. Там стоит посудомоечная машина. Везде ее перетаскиваем. Туда-сюда ставим. Везде она мешается. На кухне мешает. Там тоже не пройти кровать, не заправить. Но что это временные трудности. Сейчас покажу вам. Покажу вам эту комнату. Здесь еще нет финишного. Финишной шпаклевки. Еще нет. Перешагнула через столешницу. Такой, знаете, маленький фитнес. Прыг-скок, прыг-скок туда-сюда. Ну, а иначе никак. Вчера штукатурила, с раствором через нее прыгала. Она трехметровая. Никуда она не помещается. Вот, здесь только сейчас штукатурка. Здесь еще нет финишной шпаклевки. Вот. Сегодня буду шпаклевать. Помните здесь, какие были дыры и какая неровная была стена. Посмотрите сейчас. Все я выровняла растворчиком. Все достаточно ровно. Сейчас немножечко терочкой пройдусь. Вот это все позатираю. Это все уберется теркой. И буду уже финишную шпаклевку наносить. Вот там так и не выровняла до конца стену. Но там будет металлический профиль. И практически не будет ничего видно. Вот этот квадратик. Это вот такая распределительная коробка. Распаячная коробка, как Леша говорит. Вот. Ну, никак ее не убрать. Да и не надо. Если что-то, можно туда залезть и поправить. Может быть, контакты подтянуть. Но это лучше. Вот этот квадратик созерцать, нежели вот такие. Накладная вот такая проводка. Верхняя, да, не скрытая. Мне вот не нравится вот это. Вы мне писали, что в деревянном доме вот такая должна быть проводка. И не должно быть внутренней. Я вам отвечу. Значит, да, если сразу идет дерево, и вы на дерево проводите проводку, да, она должна быть вот в таком коробе и только сверху. Но у нас дом деревянный, и бревна обмазаны глиной. То есть там сразу не идет дерево. Там идет глина. Поэтому, я думаю, что ничего страшного не произойдет с нашей проводкой. Проводка здесь новая, медная, мощная. Вот черные провода. Все сделала предыдущая хозяйка. Не та, у которой я покупала, а перед ней. Вот, которая все здесь делала. И заборы ставила, и пристройки делала, и проводку, и газ проводила. Это все ее заслуги. Так что она не пожалел денег, купила хорошую, вот такие хорошие провода. Вот они, видите, мощная электрическая проводка. Вот этого провода у нас очень много осталось. Осталось. Сейчас будем вот сюда тоже бра проводить. Здесь будет стоять диван. Вот этот. Кузьма там спит. Котичка. В таком ящичке. Короче, осталось мне сделать вот эту комнату. И все. Посмотрите, сколько много стало места. Помните, как я показывала вам обзор дома, когда мы только-только сюда приехали. Первые осмотры. Я заходила по этим комнатам и говорила, вот здесь маленькая комната, вот здесь тоже маленькая комната. И вот посмотрите, как убрав одну, всего лишь одну перегородку, я имею в виду вот здесь, как расширилось пространство. И эти маленькие комнаты превратились сразу в огромнейшее пространство. Для меня, мне кажется, ну, очень сильно расширилось. Когда все будет сделано, вы увидите, какая здесь будет красота. Монечка, ты кушать пришел? Поставила здесь корм. Это корм для котиков. Кто не знает, сейчас покажу, в чем дело. Этот корм специальная профилактика от мочекаменной болезни. Дают сразу молодым котикам. И это профилактика мочекаменной болезни. Называется уринорей. Вот такой пакет. Роялканин уринорей. Так что у кого коты, у нас пусит девочка, она этот корм не ест. А коты вот едят. И когда мы не знали, что Монька это котик, мы думали, что это кошечка, мы были удивлены, что эта кошечка ела уринурей. И у Лешика возник вопрос, а кошечка ли это? Ну, вот в итоге получилось, что это котик. И он ел свой правильный корм. Не знаю, как там часто или не часто нужно давать этот корм, но они очень его любят. Едят с удовольствием. Я не успеваю подсыпать. Слышите, друзья? Стая птиц летит и разговаривает между собой. Посмотрите на эту зимнюю сказку. Как же красиво. Не поленилась даже снять сетку москитную, чтобы показать вам вот эту красоту. Эту тишину, этот свежий воздух. Вот так я просыпаюсь сейчас каждый день. Скоро здесь будет очень красиво. Вот здесь, где сейчас сарай, вот эта рыжая дверь, этот сарай мы снесем. Здесь поставим летнюю кухню. А вот старый туалет тоже снесем. А может быть, облагородим и будем использовать яму от этого туалета как сливную. Конечно же, потом придется чистить. Но это всего лишь один неприятный день. Зато будет сливная яма, будет слив в летней кухне. Я уже даже представляю, что я там поставлю. Вот здесь вот кран выведен на улицу. от этого крана мы запитаемся и проведем воду на кухню. Газ будет там баллонный. Старую плиту, которая сейчас на кухне, но она не старая, она новая. Но для нас уже будет старая, потому что я купила варочную панель. вот, а эту плиту поставим в летнюю кухню. Купим баллонный газ, купим водонагреватель, который будет греть холодную воду. Конечно же, газ я в летнюю кухню тянуть не буду, это очень дорого. вот. И будет очень удобно. А вот здесь будет зона отдыха. Здесь все будет уложено плиточкой, будет стоять, скорее всего, перголу поставлю, посажу виноградик, чтобы заплела, и будем смотреть на закат. Вот там закат у нас, летом наблюдать. А вот эта сторона дома самая-самая тихая, самая неветренная. И здесь самое хорошее место именно для зоны отдыха, для барбекю. Конечно же, вот эту кучу я все поразбираю. Вот они, эти птички. Я не знаю, что это за птички, но камера не успела поймать. В общем, зимняя сказка. Вообще, в этом городе сказочном, он для меня во все времена года красив. Это мой город. Моня, ты тоже встречаешь солнышко, да? Смотришь на солнышко. Монечка, где мой сладкий? Моняка, Моняка. Моняка, Моняка, игрунчик маленький. Ты игрунчик маленький позируешь, да? Тигренок. Маленький тигренок. Мышка там у тебя, да? Твоя любимая мышка. Ты играешь с мышкой. Где мышка? Где мышка? Моняка. Я уже так понакрывала. Моняка. Моняка. вот решила вам показать какое красивое небо сегодня опять наверное будет солнышко да здесь намного больше солнца чем в москве вчера у нас целый день было солнце я лёшку звоню говорю у вас как да говорит было на часик вышла посвятила и зашло я говорю у нас целый день солнце здесь не могу открыть окно здесь глухое окно не открывается но туда не полезу стоит посудомоечная машина я не пройду там можно снять сетку показать вам ну да и через окно очень красиво начинает солнышко всходить только что я вам показывала ту сторону дома сказочно красивую всю снегом бы не а это вот восток восход солнышко и когда будут здесь висеть зеркала вот два зеркала по бокам кровати с одной и с другой стороны я думаю что летом солнышко будет отражаться в зеркалах и комната будет наполняться светом теперь отвечу по поводу зеркал вы мне писали что нельзя вешать зеркала в спальне и что люди завешивают свои зеркала в шкафах именно в спальне друзья все это так я все в это верю но завешивают зеркала видимо шкаф если взять вот кровать если бы здесь вот напротив кровати с любой из сторон был шкаф и отражалась человеческое тело во время сна да вот с любой стороны независимо откуда какую сторону не возьми везде это будет отражение да то что лежит на кровати или кто лежит на кровати вот в этом случае да я согласна в спальне зеркала не нужны но у нас зеркала будут как раз изголовье они никак не будет в эти зеркала видно человеческое тело поэтому это нормально если вы не знали эту информацию и почему убирают зеркала в спальне вот я вам объясняю чтобы не отражалась человеческое тело во время сна но опять же это кто во что верит кто-то на это просто чихает и это тогда для этого человека не работает все это на подсознательном уровне все это в человеческой голове это психология если вы верите в это значит это у вас и будет вот я верю да я верю соглашусь но мои зеркала будут висеть в правильном на правильной стене смотрите как красиво отражаются сейчас эти шарики на белой стене и вообще друзья вы там не советовали фотообои нет я у меня немножко другой стиль и я приемлю фотообои в прихожей может быть вот так как у лёшка мы делали если вы видели в московской квартире там красивые европейские дворики все усыпанные цветами и обрамленные камушками но есть какой-то смысл да в этом а вот просто фотообои просто на стену фотообои я не люблю мне не нравится я хочу однотонные стены чем проще тем лучше вот посмотрите как однотонные стены именно однотонные стены смотрятся с аляпистым бельем кстати сейчас покажу какие комплекты я купила когда везде все однотонные а какое-то пятно вот в виде сейчас вот этих подушек как оживляют комнату и вот этот аляпистый пол здесь но совсем никак не нужен сделайте акцент на шторах может быть даже цветных на белье на пледе ну можно сделать что-то вот такое очень веселое но чтобы стены нет и фотообои нет нет друзья это совершенно не мой стиль мне это не нравится моня куда ты полез куда ты полез ты такой большой уже надо же перри шагнул просто перри шагнул монетик кушать пошел как же они любят эту урину рейн вот друзья такое белье я купила именно для этой спальни не выдержала один комплект здесь с обычной простыню белье сказка покупала на вайлберис это перкаль вот а второй комплект нашла с натяжной простыню вот они одинаковые но здесь просто простая просто здесь натяжная ну или в каком-то в каком-то из них натяжная и дополнительно купила к этому комплекту отдельно натяжную простынь в общем все это не дешево нашла я как-то скотчет цена на эти комплекты то 3 600 то 3 800 то 2 400 и вот когда комплект стоил 2 400 я успела его ухватить один по моему 2 800 2 2 400 согласитесь вот представьте как эта красота будет смотреться в этой спальне с однотонными чуть-чуть сероватыми цветами вот значит из одну из комплекта где просто простынь я возможно пошью две шторы и это будет ну их будет конечно их менять буду не всегда они будут висеть хочу шторы на люверсах чтобы было удобно менять найду такие карнизы и буду менять шторы вообще я такой человек мне нужна смена интерьера я не могу когда вот долго одно и то же одно и хотя бы хотя бы чтобы можно было менять текстиль друзья вышла в магазин озон вайлберрис и увидела вот эту зимнюю сказку в нашем парке полюбуйтесь пожалуйста это же это невозможно передать словами эту красоту это нужно смотреть не дыша как же она красива наша природа вот это березы я вот сейчас вам так вот показываю своды и все веточки у меня градусник показывают минус 3 всего что-то надо менять градусник а вообще градусов 10 в принципе телефон не так и написал что 10 градусов в чаплыгине там у нас колесо обозрения это вот только-только вход в парк ближайший к моему дому любимый магазин овощи и фрукты и собственно говоря дальше начинается сам парк такая тишина такой покой пирамидальные тополя которые в основном живут живут растут на юге вот что значит всего триста тридцать километров от москвы климат отличается мягче здесь не так сыра влажность небольшая и вот такая красота я не хочу идти сейчас телефон будет трястись просто стою показываю на эту зимнюю настоящую зимнюю сказку очень красиво там виднеется храм я не знаю я так рада что переезд состоялся именно в этот город здесь какая-то другая атмосфера здесь очень спокойно тихо уютно там люди стоят разговаривают далеко а слышно то как потому что вокруг тишина у меня уже рука отмерзла нет конечно это никак не минус 3 друзья вы посмотрите вы только посмотрите вот эта аллейка от магазина магнит ну вот так вдоль этого парка наискось ближайшие так скажем дорога вот иду но не могла не остановиться чтобы не показать вам вот эту красоту это же просто сказка очень красиво а я была в адрес приду домой покажу вам шикарнейшую люстру пришлось покупать новую думала обойдусь в старой нет после того как сделают натяжной потолок даже самая такая сказалось бы невысокая люстра ребята сказали будет низко вот пришлось купить люстру таблетку там еще краски лаки в озоне купила перекрашивать мебель хочу стулья покрасить конечно же сейчас приду домой распакую и все вам покажу на улице морозец да кстати вот это очень удобная сумка на колесах купите и не будете таскать все в руках очень удобно 1100 покупала в магазине бытовая техника ну там же где озон у нас на свертлого 7 солнышко хочет выйти в общем иду любуюсь сейчас приду и буду опять дальше продолжать работать ну что друзья пришла я из магазина и сейчас покажу что же я купила давайте посмотрим этот между собой чик вы прям как вовремя вы зачем мне пакет красивый портите а монка кузя баловаться будете баловаться будете короче покажу вам краски которые я приобрела в озоне сразу хочу сказать что в провинции дорогих красок нет такие как делюкс ты курила здесь вы не найдете я обзвонила все строительные магазины и ничего не нашла поэтому приходится либо алешека просить в москве чтобы купил либо здесь вот через озон через вайберис итак я купила вот эта краска для дерева вот для мебели и дерева называется пудра честно говоря я думала что она будет темнее но вот хочу ею покрасить вот эту желтую вот это желтое изголовье она сейчас никак не вписывается в наш интерьер а так вот приближенно к но к чему-то так скажем к наличникам к дверям с чем-то будет гармонировать вот этот цвет сейчас мне никак не подходит смотрела там отзывы люди вы выкладывают даже видео кстати сейчас покажу что я еще буду делать только другим цветом вот эта старая кухня легко снимается вот эта пленка вот просто легко и там очень красивая кухня вот эту кухню почему я и купила эту краску я буду конечно декорировать вот это все снимать шпателем там не знаю буду отдирать но я думаю что легко снимется и буду покрывать вот этой краской чем хороша это эта краска она вообще без запаха и вот я говорю люди там делятся в отзывах видео до выкладывает это просто прелесть получается после ремонта вот эта кухня что-то я оставлю в рабочий кабинет есть такие мысли а что-то пойдет из этой кухни в летнюю кухню в общем буду перекрашивать переделывать вот при помощи вот этой красочки я купила три оттенка вот белый и ванильный чуть-чуть вот он сбеж идет чуть-чуть можно конечно поиграть с цветами смешать их я это люблю делать и получится наверное очень красиво дальше купила лак вот этот лак вообще универсально значит краска по пятьсот семьдесят рублей лак 800 рублей 805 если точно значит здесь килограмм это лак декорирование любых типов обоев декоративных штукатурок дерево потолочных плинтусов общем она универсальная универсальная багетов и другое я вообще этот лак покупала для плитки потому что плитку я буду красить я имею ввиду плитки это стены которые делала из плиточки сначала буду покрывать краской а потом вот этим лаком и еще будут лаком а вот эти новоиспеченные наличники это конечно уголки но мы вот придумали сделать наличники тоже хочу покрыть лаком чтобы но все-таки это натуральное дерево будет пачкаться хочу слоем лака покрыть смотрите что здесь творится вы играетесь или вы деретесь расскажите что вы делаете друзья что вы делаете вы играетесь до драться не надо играетесь вот так вот вот так вот видите не нравится как монка не нравится тебе да ой как не нравится ой как не нравится что нападать будешь нападать будешь на кузьму до такой маленький а ты смотри какой характер показываешь молодец вот и купила градусник сегодня я вышла градусник 100 рублей зашла там какой-то строительный магазин и нашла 100 рублей хочу повесить северной стороны потому что с востока градусник казалось бы ну восточная сторона но вот все равно солнце выходит и он греется неправильно показывает я сегодня посмотрела значит на градусники плюс 3 а телефон показывает минус 10 ну и вот телефон оказался прав потому что я вышла на улицу и очень-очень холодно было ну а сейчас давайте распечатаем люстру и покажу вам эту красоту красивую мне очень понравилось итак люстра стоит три тысячи по моему 200 или 300 рублей покупала новая борис есть цвет хром и золото хром вот здесь вот где сейчас вы видите золотую часть вот этот ободок вот вот там он такой серый я заказала 2 чтобы выбрать но вот выбрала золото потому что зеркала будут обрамленные деревом там тоже золотинка есть но и тумба у меня такая в дуб в общем решила выбрать золото здесь есть фурнитура все к ней и вот это вот это стекло пластик стекло значит светится она очень красиво посмотрите как здесь расположены лампочки светодиодные люстра без пульта тех комнатах у меня будут люстры с пультами тоже такого плана таблеточки и она вот видите она по высоте невысокая как раз на потолок когда я уже говорил она тянется потолок то вот это даже вот эта люстра сюда не пойдет ребята сказали ищите таблетки ну вот нашла люстру таблетку надеюсь что она прекрасно впишется в наш интерьер но вот мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать такое сборное сегодня видео в несколько дней снятая рассказала вам о новостях показала прелести красивого нашего города красивой природы кстати назад шла встретила шуру это продавец из магазина овощей и фрукты она остановилась поздоровались и говорит посмотрите как красиво как невесты стоят деревья и прям с таким восторгом я говорю вы знаете я тоже снимала видео и прям радовалась прям до слез вот так трепещет душа сердце как красиво на это смотрите ведь многие этого вообще не замечают так что друзья замечатель красоту природы она дает вам здоровье дает энергию все мои хорошие всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока